Приветствую вас любители рыбалки. Это видео о весенней поездке в Астраханскую область на реку Кигач. Поехали мы половить в облу 13 апреля. Путь наш лежал по трассе М6 от Волгограда по правой стороне, дальше через Астрахань по объездной дороге на Красный Яр и через Пантон. Стоимость Пантона 150 рублей была для машины УАЗика с прицепом. Пересекали мы его в сильный, можно сказать, шторм. Был ужасный ветер. Машину подкидывало прям весьма основательно. Сейчас на видео это уже обратный путь. Я сначала не снимал. Ну а как было все дальше, я думаю из видео будет более-менее понятно. Всем привет! Ну вот сегодня 13 апреля. Мы решили выехать в Астраханскую область на воблу. Честно говоря, это конечно очень рано, 13 апреля. Приехали мы вчера, еще вечером попробовали, клевало не очень хорошо. То есть рыба не активна совсем, так чуть-чуть поклевывает. Сегодня с утра начали ловить, с пяти утра половили, где-то до обеда. Ну, скажем так, пол ведра где-то я всего лишь поймал, даже наверное меньше. Потому что мелко много цепляется, маленьких подлещиков, которые все отправляются в воду. Вообще мелкая рыба. Попробовал даже ловить на два фидера, как бы не улучшило. На два крючка, ну, все без разницы, все одинаково клюет. Плохо, одним словом. Вода довольно холодная, прибыли воды нету. Место хорошее очень. Чем мне здесь понравилось? Впервые здесь вообще приехал. Чем мне здесь понравилось? Течение такое не сильное. Один из рукавов от Волги. Довольно-таки широкое, глубоко. Ну, куда я бросаю, тут довольно мелкая. Глубина вся под тем яром, под той стороной. Сегодня даже в связи с тем, что рыбка не очень клевала. Я тут уборку провел. 90 на 130 метров квадрат зачистил полностью. От всех баклашек, бутылок, пакетов. Сколько здесь этого было? Это горы. Я вам потом покажу. Бутылки я отдельно сложил. Баклашки пожег. Потому что у нас нет возможности такое количество мусора увезти отсюда с собой. Тем более, ближайший контейнер, скажем так, весьма далеко отсюда. И в итоге я тут сидел, сидел, кумекал. Решил, что пора прикармливать. Прикормки у меня с собой никакой специальной я не брал. Я последний раз на Сазана выезжал. У меня был комбикорм. Обычный комбикорм. Я его на рынке купил. Вот. Взял. Сейчас его кипятком залил. Распарил. Ну, у меня его не так уж много. Туда еще хлеба покрошил. Нам оставили. Тут стоял рядом. Люди ловили. Оставили нам хлеба. Такой хлеб я, ну, как бы не очень люблю. Нарезка как батон. Я решил его в прикормку, в принципе, весь почти пустить. Все это перекрошил. Аттрактантов тоже никаких. Я залил сюда горчичного масла. Да, не ослышались. Горчичного. Пахнет. Хе-хе-хе. Пахнет горчичным маслом. В Волгограде горчичного масла полно. Вот. Забросил я пять кормушек. И дело пошло. Прям пошло, пошло. Теперь кормушку отцепил, чтобы экономить корм. Рыба по инерции клюет одна за одной. Вот. Буквально за несколько минут, ну, наловил уже пол ведра. Сразу три карася поймал один за одного. Карась подошел на прикорм. Густера хорошая начала клевать. Ну, и вобла тоже пошла. В общем, не знаю. В общем, в периоды, когда вобла идет плохо, ребята, советую вам прикармливать. Как показала практика, много не надо. Вот уже забросов десять я делаю без всякой кормушки. Рыба продолжает отзываться фактически сразу. Как только груз достигает дна. Сейчас проверим. Вот уже поклевка. Не засеклась. Так же, конечно, периодически мелочь цепляется. Все-таки рыба, она вся гурбой собирается, я так думаю. Ловлю я на червя. Причем на обычного, белого. Вот, все. Засекли. И так что-то крупненькое прям сопротивляется бодро. Сейчас попробую сюда вывести. Чтобы было видно. Ну вот воблежка. Сейчас мы ее прикинем, сколько она по длине. Ну вот она где-то прям ровно 17 сантиметров. У меня кисть 17 сантиметров, я по ней меряю. Дома линейкой я замерил. И мне не утруждает мерить по кисти размер рыбы, разрешенной как бы в область 17 сантиметров. Да и мельче брать смысла мне, ну нет. Вот. Что с ней с мелкой делать? Все-таки крупная соленая повкуснее будет. Вот сейчас еще раз проверим. Сейчас сниму. Как квивер реагирует. Ой, сейчас я горизонтик подровняю. На штативе. Червя там не удосуживаюсь особо. Ни целого, никакого. Даже кусочками даже насаживаю. Тот же карась отлично берется. Ну вот уже поклевки. Все, засекли. Вот что делают волшебных пять кормушек. Комбикорма с горчичным маслом. Да что такое. Опять же, что-то не чувствую рыбу. Это мелкая. Даже так видно. Хотя... Не, мелковатая. Наверное, где-то сантиметр не дотягивает. Она какая-то худоватая. Кстати, в основном клюют. В облах попадаются самцы. Самочек что-то сегодня икриных вообще. фактически их нету. Ну вот поклевка. Я сильно не подсекаю. У меня плетенка. Вполне достаточно легкого рывка. Ну что-то снова такое некрупное, я бы сказал. Крупная вовла вообще борется так сильно. Прям чувствуется сразу. Это даже еще мерчит. Поправим червячка. Подсажу еще кусочек. Что-то всего она тут измочалила. Вчера ветрище было ужасно. Сегодня погода просто рай. Дождик накрапывал так периодически сегодня. О, поклевка сразу. Даже на дно. Кстати, покрупнее. Ну, и дрогнет. Сначала боролась так хорошо, сейчас подсадалась. Ну, берега обычно начинает еще сильнее бороться. Вот, да, начало. Как только чувствует мель. Ну, это уже такая хорошая воблежка. Так, что у нас там запись-то идет? Активность проявляет. Бросаю я недалеко. Ты, кстати, заметил, что сильно далеко бросишь, долго поклевок нет. Видимо, все-таки она идет сюда, где помельче. Брошу-ка я еще пару кормушек, тройку. Ловлю ее на симметричную петлю. Мне нравится этот монтаж. Очень чувствительный. Как по мне, так очень легко вяжется. Когда приноровишься. И быстро. Я не буду их просто так забрасывать в кормушки без крючка. Будем ловить сразу заодно и рыбку. Так, что у нас тут? Кормушка, конечно, потяжелее у меня. Груза здесь спокойно держится две унции. Без всяких проблем. Ну вот и с кормушкой дождались поклевки. Видимо, она до нашей дорожки не долетел. Все-таки груз. Пришлось тут подольше подождать. Густера. Вот так, не крупная. Как я считаю. Отпустим-ка ее. Ну вот теперь добросил. Сразу поклевка. Еще даже леску не натянуло. Там все-таки на струе, где прикормили. Что-то рыбы много собралось. Реально, буквально от пяти кормушек. Вот гостерка покрупнее. Ой, такую можно на засолку и взять. Сильно много нам не надо. Так свеженько рыбке повялить, покушать. У меня в семье все любят. Ну, кстати, как начинаю прикормливать, как-то густеры сразу больше появляются поначалу. И только немного потом начинают отзываться воблы. Ну и карась может сейчас клюнуть. Он на прикорм прям отзывается четко. Сейчас стемнеет, даже хочу попробовать по темноте, как будет. Возможно, карась возьмет инициативу. Тогда нам будет что-то пожарить и поужинать сегодня свежей жареной рыбой. Кстати, я опарыша взял, надо попробовать. Еще не пробовал его даже. Может быть, с ним дела и лучше пойдут. Правда, в былые годы было замечено, что воблы не очень жалуют опарыша. Нравится ей червяк. Кстати, замечал, на форуме ребята писали, что бывает на белого огородного обычного зеленого червя Да, даже порой и лучше клюет. Сталь, ну что, клюет? Да, клюет. Что? У меня одна за одной. Что, серьезно? Да. Что, пиздец в твой рот? Нет, ну вот сейчас что-то долго думает. А ты чем? Шприкорку сварил? Да. Ну и что? Прикормил пять кормушек и дело пошло. Посердлять. Да, если такая будет идти, куль тут не поймать ее. Что штук поймал, уже булочка. Что, да? друзья сейчас у нас прошел дождик такой конкретный блин пришлось одеть дождевичок хотелось бы напомнить если вы едете на выезд надолго дождевик это обязательное условие он всегда может пригодиться клев дождь так усилился и вот сейчас он еще продолжается прямо рыба перла дуром поэтому мы ловили прям за считанные минуты ловили много конечно кто никогда не доловил астраханского занятие конечно такое интерес но все-таки довольно быстро он доедает ловли такая издумная бесхитростная ничего тут не надо но правда мне пришлось поприкармливать мы приехали рановато эти вода уже такая теплая зелень какая вот сразу поклевки в принципе можно тащить а плетенка довольно жестко бывает схода вот надо фиксируем очка впустил кругу себе рвет сходит и вот раз в раз две штуки вот такой сегодня бонус с утра жерешок клюнул на донку вот такой на ваблежку тащили ваблежку он ее хапнул красавец вот такую гору я собрал мусора это только стекла с этой поляны куда мир катится ребят теперь в продолжении темы мусора хотелось бы добавить куда только не езжу все завалено мусором все буквально все с рыболовами общаюсь на форумах делу на на сайтах в группах социальных сетях послушаешь всех ну никто не мусорит реально выезжаешь на водоем все происходит совсем по-другому тут я сделал такую фото подборочку с места где мы рыбали на кигачи я не волшебник но как было на фотках следующая фотка как стала это не photoshop это вот берете ручками и делаете вокруг себя красиво я вот не могу сидеть дерьме не стыдно убирать стыдно жить дерьме чего еще можно добавить по этому поводу самое что интересное вот собрали мы большое количество пластика бутылок бутылок ну сколько смогли мы себе засунули увезли но их была огромная гора даже как-то на видео не видно она как-то маленько выглядит вот потом приехали местные на грузовом автомобиле таком kia небольшой грузовичок предложили мы ему вести эти бутылки в кузов забросить при том предложили что у нас есть много мешков мы им соберем в мешки завяжем в крепкие из-под сахара и чтобы они увезли выкинули начались нелепые отмазки что им надо ехать начиная за навозом кончая встречать тещу и им неудобно мусор вывозить то есть отказались вот как бы один из таких хотя люди были вежливые там такие веселые с нами рядом рыбали с другой стороны стояли стали тоже местные но они правда приехали с друзьями с московскими порыбалили с ними одни сутки уехали как бросили баклажку на берегу другой мусор я не смотрел просто это ярко выразилось так бы они близко к нам стояли так и уехали брошены были с детьми в общем подали пример это тоже были местные астраханцы а то большей частью астраханцы жалуются что гости приезжают все засирают на самом деле все обстоит абсолютно одинаково засирают и местные и приезжие так что нечего как говорится народ на зеркало пенять коли рожа крива нужно оставаться прежде всего самим людьми тогда будет все хорошо и чисто по берегам и приятно ну в общем пожалуй все что я хотел добавить всего поехал домой